И она, этот тренинг родился, это вообще серия тренингов, первый тренинг, например, о девочке к королеве, сказка о любви, потом мой идеальный партнер, что нужно женщине, и магнит благополучия и удачи. Вот этот вот комплекс тренингов, которые в каком-то смысле идут один за одним, имеют свою последовательность, и вот родилось это из опыта терапии, работы с людьми, и я увидел, что у каждого, особенно у женщин, есть свое представление о том, каких отношений она хочет. То есть, по сути, своя сказка о любви. И сказка может быть разной, и у каждой свое, и там разные элементы, но так или иначе она присутствует, и она, соответственно, этой сказке как бы ищет себе того, с кем эту сказку можно прожить. Но оказалось, что в этой сказке, скажем, есть твои подводные камни. Вот эти подводные камни иногда делают так, что начинается все как сказка, а переходит в триллер и иногда прямо в боевик. То есть, звучит фраза, я его убила бы, но жить без него не могу. Ну, или иногда просто расходятся, ненавидя друг друга. Начинают с любви, а заканчивают, увы, грустной. Ну, понятно, что это и на самой женщине отражается, и на детях отражается, и вообще как-то неприятно. Хотелось бы, я думаю, все здесь присутствующие, хотели бы отношения одни на всю жизнь, ну, или, по крайней мере, на очень длительный срок, да, потому что жизнь сложная. Да, я правильно думаю, да, вы именно так, как бы на это сориете. Ну, получается иногда. И вот смотрите, первое, что я хотел бы показать вам, что как бы есть вы, я нарисую, да, вот просто вот как иногда, есть мужчина. Есть отношения между вами. Вот эти отношения, такой вот треугольчик получается, своеобразный, да. Вы, мужчина, и отношения между вами. И вот это и есть сказка любви, в которой есть несколько уровней. Вот, да, круто, да. Первый уровень, это неосознанная запись того, что было у родителей. Вот как жили папа с мамой, да? Так, мы же рядом жили. Мы ни о чем не думали, но у нас пришла запись. Модель, да, вот как бы, да, вот тут она записана. Значит, это вот родительские отношения, да, вот как они были. И в этих отношениях, увы, часто бывает не все хорошо. И самому ребенку от этого было не очень комфортно. И часто ребенок, может быть, и кто-то из вас, принимал такое решение, у меня такого в жизни не будет. Да? Я построю свои отношения иначе, да? То есть, у нас тут есть, как бы, я хочу так, как было у родителей, да, и я не хочу так, как было у родителей. Парадокс, что в вашей жизни, в вашей сказке любви будет и так, и так. Потому что подсознательно записано, да, я не хочу так, а оно у меня почему-то так и получается. Второй элемент этой сказки любви, это, ну, мы, как бы, рождаемся детьми, да, вот из самого маленького прихода в мир. Первую травму, которую мы получаем, когда мы рождаемся, есть травма рождения, да, вот это достаточно сложный процесс. Это же первое впечатление от этого мира. Они там глубоко лежат, тут Маша во время ребенка, да, там есть возможность второго пережить рождение, да, снять эти травмы, которые были там. И дальше жизнь сложная тоже бывает такое, мама ушла, ребенок так хотел, чтобы она была, а у нее нет, ну, она по делу ушла, да, она пошла, ну, так, необходимость идет. А он так переплакал, перестрадал, перемучился, уже мама не любит, и все, да, и у него остался какой-то внутренний свет, да. Это личный опыт, личные маленькие и большие травмы вашего формирования как личности. Понимаете? Вот это часть вашей. И это тоже часть сказки, личный опыт. Притом вот, прежде всего, не осознанный, а не то, что осталось, да. То есть вы и забыли, может быть, когда-то, что это случилось, а там внутри, в глубине у вас это, по-сихому, лежит. Может, неожиданно водится. И здесь опыт любви, прежде всего, который немножко отличается от этой любви. Это же любовь между мужчиной и женщиной, да, это особый тип любви. А здесь есть любовь между ребенком и родителем. То есть немножко другой тип любви. И бывает так, что, получив там травму, в детском обществе, мы хотим, как бы, ну, облегчиться, да, и найти это именно в этих отношениях. Это принципиально неправильно, потому что это невозможно. Потому что муж не папа, да, жена не мама. И это, по сути, обречено на провал, да, то есть вот. И часто тоже это элемент сказки о любви. И третий элемент сказки о любви. Мы все рождаемся с какими-то способностями. У нас есть, да, такие подарки природы. И они, эти способности, ну, и как бы вот, у нас немножко стимулируют, подталкивают к реализации. Да, то есть, например, родилась женщина, которой вот надо быть директором завода. Она вот правленец по природе. Ну, в принципе, как-то вот она директором не стала. И вот ей надо командовать, понимаете. И эти потребности ее заставляют именно, да, так поступать. Иногда в маленьком масштабе. Или какие-то другие, у кого-то художественные способности, да, и там вот нужно переживать. Или как бы, как бы, они художественные могут быть как актерские способности. Надо на какую-то роль перепроживать. И все это, как бы, тоже часть сказки о любви. Это вот эти способности превращать, там их где-то надо реализовывать. И нам нужна такая сказка, где бы мы их реализовывали. Но тоже мы их иногда вот достаточно своеобразно, если мы нашли правильную реализацию, достаточно своеобразно реализовываем, что создает сложности в отношениях. Вот, по сути, да, вот я еще допишу способности. И это и есть вот основные компоненты нашей сказки о любви. И если мы их все-таки поймем, освобнимся каких-то травм, найдем свою реализацию, то отношения в семье будут гораздо более гармоничными. Такая теоретическая часть.